МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как строится работа в этом направлении? Мне хочется сегодня рассказать об этом, потому что это очень большой пласт, большой объем работы нашей, большая часть. И она не всегда публична, и очень часто не публична. Поэтому, что касается взаимодействия с правоохранительными органами, то здесь уже на протяжении достаточно не одного десятка лет отработаны механизмы в плане на территориях вообще субъекта, территориально, в масштабах Российской Федерации действует координационное совещание руководителей правоохранительных органов. Это все связано с тем, что у нас единая цель по борьбе с преступностью. И возглавляет эти все совещания, и председательствующим является прокурор. Поэтому все вопросы, какие у нас возникают, на доработки, недоработки каких-то органов, или где-то новые методики появляются, это все обсуждается там. То есть у нас плотное взаимодействие в этой части, потому что задача у всех одинаковая, то есть мы должны обеспечить... Это одна единая цель. Да, одна единая цель, чтобы населению жилось спокойно. Поэтому здесь вот мы в плотном, в тесном взаимодействии. Прокуратура координирует работу правоохранителей. Да. Но вот почему, если случилось преступление, там, допустим, и оно готовится, нужно обращаться в полицию, в следственный комитет, но не в прокуратуру? Здесь вот тоже очень хотелось бы, чтобы наши граждане, наши телезрители тоже это понимали, что действительно, когда, если у вас случается такая беда, то вот именно не теряя время, потому что это важно, эффективность потом, с последующего раскрытия. Функции у нас, мы действуем каждый в своих рамках, в своих компетенциях. И функции вот как раз по фиксации преступления, да, и выезда дежурных, дежурную часть или оперативных групп, это как раз от органов полиции, но никак не у прокуратуры. Да, это удел их. А в органах прокуратуры ведут следствие? Вот тоже здесь вопрос, который. Остались еще такие воспоминания о том, что в органах прокуратуры ведутся следствие. Нет, в органах прокуратуры с 2007 года в штате нет следователей. Все функции по ведению следствия переданы в следственный комитет. То есть у нас следователей нет, и следствия мы не ведем. Поэтому мы об этом на это и нацеливаем, чтобы это знали, это разъясняем. Ну хорошо, ну вот смотрите, в отдаленном поселке гражданин совершил то или иное, точнее обратился в правоохранительные органы, и потом к нему поступил документ, соответственно, с которым он не согласен, а вот прокурор от него далеко. Есть ли возможность и, как бы сказать, понимание у гражданина, что прокурор услышит его несогласие, его там крик о помощи. Да, вот по этим материалам, которые вы говорите, когда граждане у нас приходят и в дежурную часть пишут заявления, обращаются. Вот по всем этим обращениям, заявлениям, это все-таки уголовная составляющая, проводятся проверки. И по итогам выносится решение. И вот эти вот всем называемых материалами, эти все материалы, да, попадут к прокурору. То есть вы понимаете, весь объем работы, которая должна быть проведена. То есть здесь, да, у гражданина есть такое. То есть он может быть уверен. Он может быть в этом уверен, да. А прокурор изучает все материалы полностью или только вот свою компетенцию, то есть только по своим вопросам идет? Нет, нет, нет. Все материалы, которые выносят, ну все вот, все постановления, мы называем отказными, например, материалы там уголовные, это все должны прийти к прокурору, и он должен изучить. По материалам даются указания, то есть либо отменяется там решение, да, постановление. Вот мы говорим о постановлении. То есть это все, что обязательно для исполнения уже правоохранительным органам, но это все проходит через руки прокурора, то есть он изучает, да. Хорошо. Ну и вот буквально последний вопрос, чтобы наши телезрители знали. Как и куда обжаловать принятое решение правоохранительных органов, соответственно, и какова помощь прокурора? Ну здесь вот, если вы не согласны с принятым решением по вашему делу, естественно, мы всегда говорим, вы пишете жалобу в прокуратуру, в органы прокуратуры, которые у вас близлежащие, да, вот на вашей территории, либо решение, они есть тоже право и судебного обжалования. То есть у нас есть сроки, это достаточно укороченные сроки по таким рассмотрению, таких обращений, то есть от 3 до 10 суток по этому самому материалу. Поэтому все, какие вы излагаете все, мы соглашаемся, либо отменяется, либо мы вас уведомляем о принятом решении. То есть здесь, как сказать, мы всегда рады. Если вдруг у вас случилась беда и ваше заявление не приняли органы правоохранительные, то тем более тогда это дорога к нам, для написания заявления, для нашего реагирования на ваше обращение. Татьяна Михайловна, спасибо. Все понятно. Ждем вас на следующей неделе к нам в гости, чтобы еще рассказать и показать одну сторону работы прокуратуры. Спасибо. Доброго бодрута желаем вам. Спасибо. Гости, прощаемся. 2-2,5 минуты дождитесь. Продолжение следует...